вот сегодня 17 день вышли с катей гулять погода хорошая солнышко ветра нет катя как всегда обычно знакомых встречает вон стоит разговаривает я уже дальше пошла прогуляемся идет катюша наговорилась всем привет всех приветствую на своем канале сам себе режиссеру машины сейчас не забыть прогуляться куда бы идти чтобы их не было где травит ну везде везде машины везде не знаю как будем болеть вот с одной стороны вот такие дома вот такая вот дорожка между ними и такие дома частный сектор прямо у нас тут на парковой сюда я ходила за молоком дорога такая тесная ой гляди на вернуться можно посмотрим там не живет не живет сейчас это галя здесь рядом нет там я 15 минут и за молоком сходила потом и стала ходить почему-то не легче в магазин зайти видимо она сейчас не держит вторую вот это частный сектор такие страшные гаражи с ростки она против вот такие дома мы с катюши пошли здесь прогуливается очень скользко очень скользко вот сюда вот я аж чуть не упала машины нас накатали. Ну, Катя говорила, что я летом когда-то снимала, но это на года два назад. Уже не знаю даже, где это видео. Ой, ну что с курлом. Бронхи эти вечно. Да, вот в этом доме вот я покупала молоко. Как они его облагородили маленько, покупали старенький. Обшили, все сделали. У них собака такая была интересная. Лает, 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 а сама боится. Кошек много. Ой, только из одних кошек не стала за молоком ходить. Как-то калитка у них интересная. Завуалирована. Нет, нет, здесь. вот он. Ну, почему-то, видишь, никто не ходит. Уж они продали, да уехали. Потому что у них на севере родственники. Они все туда собирались, вроде бы. А, вон он, наверное, вон он. Ой-ой-ой. Тут вообще... Что машешь головой? Машет головой. Елки-палки. Едет посередине, машет головой. Вот она, калитка, но никто не ходит. Видишь? Вот. Значит, они, наверное, уехали. Законсервировали дом и уехали. Топится? Да нет. Да может быть... А, да может с той стороны, да. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Собаку только побеспокоило. Да, у них и с той стороны есть заход. Но, значит, коровы нет. Значит, они не продают молоко. Обычно из-за этого они калитку эту держали. У них тепличка вот есть, я знаю. Потревожила, потревожила. Ну, печка топится, Катя сказала. Просто они, наверное, корову уже не держат. Поэтому и никто не ходит здесь. Здесь обычно за молоком ходили. А там тоже калитка есть параллельно. Наверное, там больше выходят. Идем, идем. Идем, Катя. С этой камерой хоть бы не упасть. Жарко я оделась. Старую шубу одела. Хорошо, что не выбросила. Можно вокруг дома в ней походить. Не на работу. Никто не обсмеет. Ой, ну вообще гололедица. Вообще големый лед. Лед. Машины еще едут. Того и гляди собьют. Тут так я видел, что ты еще телефону. А что? Просто. Поэтому и крадусь, боюсь. А, ну сейчас снежок выпал. Сейчас гальки так, может быть, и нет. Вышли на частный сектор. Готи позвонили. Ой. О, какой снег. Тут гравий насыпан. И сверху насыпан. Прилег снежок. А тут все. Замерзшие голдобины начинают таять, примерзать. И прогалинки гравия выглядывают. Вот прямо возле нас тут частники живут. Да, жилые дома. Это не дачи. Кругом собаки сторожат. Чувствуют. Все сайдингом отгородились. Китайцы нам сайдинг продали. Теперь у нас не заваленные заборчики. А вот такие аккуратненькие. Вот так вот все огородились и живут спокойно. А, здесь мы вроде были. Потепло еще. вон собка у нас. Там крест стоит на собке. Не знаю, на сколько мы продвинемся. Посмотрим. 500 рублей дала с Хабаровска. Значит, он приехал на Нюрочке на этой такси заплатил до аэропорта и, блядь, остался. Я говорю, так тебе еще механик, автомеханик. Он с Хабаровска. Вот они там нашлись и вдвоем. Сейчас пойдем, говорит, мама, в магазин хотя бы лапши какой-то купить. А я говорю, а ты что ты будешь покупать? Ханя знает, что ты пришлешь. Они дураки, что ли? Поэтому и докладывают, что сейчас за лапшой пойдут. Но я... Черт его знает, Катя. Хочешь сказать, что мы собаки. Нет, дерутся же, бывает. Конкуренция. Развернулся, пошел. Но он же, видишь, хараулит свой дом, это уже имеет право. Пошел, пошел. Муж не упустит. Хотя, а как организация? Это он тебе сказал, называется? Нет? Богу знает, сколько платить будет, как это все будет. Тоже какое дело. Ну, рискнул, решил, что сделаешь. Взрослый мужик. Ничего не сделаешь. С женой же посоветовались. Я так понимаю. Жене, по большому счету, знаешь, быстрее бы свалил, блядь. И я. Каждая, наверное, надеется, образуется, что-то изменится, а она же еще что-то не меняется. Да, ну, человек не меняется. Ну, просто, как говорится, рушить гнездо, все это, конечно, не так. Я ей тоже вчера сказала, отдыхай. Отдыхай, радуйся, да? Отдыхай, морально. Ой, не могу. Сойдутся друг от друга. приедет домой с детьми, что-нибудь приготовят, перепустят, говорю, я не заморачиваюсь, что в сумке готовят, что складывают туда. Да, вот говорят, да, с мужем живешь, как за каменной стеной. А эту каменную стену, гад, надо замазывать, замазывать. Она все рушится, рушится, женщина ее подмазывает, подмазывает. И в конечном итоге или расходятся, или кто-нибудь один из них умирает. но живут крепко. Вся в шестичок, квартира одна, дети одни. Не так-то просто это все. Ух ты, ух, ух. Ух, ух. Хорошо охраняешь, молодец. Ух ты, бежит. Талайочка, хвостик. Ух, ух, ух. Соседка прижила, перездоровается. Ух ты, бьет, как копытами. Ну ты. Да пришла, пришла, соседка, пришла, радуйся. Это как красивенький. Уходим, уходим. Прекращай уже свои концерты. Ух, как гремит, там везде железо. Че, че, че? Скажи, скорее бы ты ушла, а не чокала. Думаю, сейчас стрелять буду, наверное, с ружом. Камера, ружу. Ты самое главное, Катюш, не переживай. Самое главное. Сильно, потому что и давление скачет, как не переживай. Ну да, но не такой степени. Весь день провыла. Да ты что? Весь день провыла. Че, правда? Думаю, как он, как он лететь будет, он не летал. О, боже мой. Ну, как можно, Катя, мужик же, елки-палки. Я все понимаю, сама тебя успокаиваю. Ну, Ну, вот на такой вот ноте, ты понимаешь? Ой, елки. Вот, когда в одном городе вот это вот тяжело. Как ее обрезать? Все на глазах, все это по сердцу. Саблю взять, отсечь. Не надо, ты че? Че дети твои из тебя будут делать? Ты же их вокруг себя держишь. Они за тебя держат. Как-то все едино. Без мамы плохо, без детей плохо. Да, легко советовать, конечно, может быть. Вот не видишь на расстоянии, там уже сто раз хуже, а вот не видишь и живешь. А вот в одном-то городе, видишь как? И покушать придут, их жалко, и рассорятся, придут жалко, и все это через твое здоровье все это пропускается, пропускается. Ты с вами видишь? Иди домой. Иди, на тебя смотри. На меня? Ну, он видишь, что я в руках что-то держу. Он давно, скоро выставит. Все, иди домой. Ага. А где его дом? Бог его знает. Где его дом-то? О, палочки. Нет, где-то там на выходе было. С той стороны, с правой. А толку? Нам-то, конечно, если надо, на штаке от них придем, возьмем нам две палочки. Вот на растопку привезли лапшу. Ой, Катюша, Катюша. О, Господи, еще один. Да так это главное. Что, хоть посмотреть, да, кто идет? Ну, уходим, уходим, уходим. Все, успокойся. Ой-ой-ой. Как же мы их напрягли. Как же мы их напрягли своей прогулкой. Вот так в частном секторе ходить. У каждого сторож. Каждый защищает, как может, свою территорию. А мы тут прогуливаемся. У моей сестры, у Нины, дочка уехала 18 только исполнись в Японию. В Японию по набору там для чего-то не знаю, у нее даже паспорта забрали. А Нинка даже как-то это, хоть бы раз там сказала. А мне так жутко стало. Такая молоденькая в Японию там, это. Ну, вот, знаешь, вот в ресторанах они обслуживали, кофе носили, все. Я не знаю, там, не думаю, что там такие услуги были, такие немолодые. Но за счет вот этих красивых девчат завлекали в кафе. вот так она мне объяснила. Ну, страшно. И ты знаешь, у них потом закончилась виза, они там подпольно жили, потом их оттуда да, а она нет. Теперь мы ее вообще потеряли. Тут она немножечко общалась со мной, потом, смотрю, ватсапе не отвечает. Ну, видимо, так сверху прочитает, знаешь, когда лента сверху. Это, когда человек видно, что как он прочитал, но он прочитал. И я что-то вчера забеспокоилась, думаю, где же она есть-то? Зина мне с Москвы говорит, двоюродная сестра, говорит, как мне с Ниной связаться? Я ей дала телефон. А вчера Зина звонит, позавчера, а я говорю, ну, поговорила, да поговорила, все хорошо. У Нины дача, у Нины дача. У Нины, ну, так она вся рассказывает, Нина. У нее, это, Таня закончила университет, который Нина оплачивала, но она не сказала этого. И она теперь ехала в другой город работать, потому что здесь работают. Я вспомнила, как она говорит, потому что здесь работы нет. Она даже не знает, где Танька. Она даже, Нина не алкашка, не похеристка, работает до сих пор. А вот такой склад ума, что они взрослые, что я сделаю? До этого Танька со мной общалась. А теперь я ее потеряла. Ну, у меня телефон ее есть, я звоню. На тетюре я не могу разговаривать, я на прививке. Или она не захотела говорить, ну, живая хоть. Вот. Васе звоню, Вася говорит, а я еще меньше знаю, чем вы. Я говорю, ты же приходил в прошлом году, говорил, что она на машине здесь рассекает, а сейчас, говорит, ее даже в городе нет. Говорю, ну, Нина же как-то узнал. И мама не знает, где она. Мне Вася говорит, ой, ну, я вот послушала, Вася, ну, что со своим, мол, уставом идти, это, к другому. Я говорю, какой устав узнать, как у человека дела? Какой устав? Ты же ей диктуешь, как жить, не говоришь, приезжай. Ты просто звонок сделай, Таня, как дела, все хорошо, даже не надо рассказать, что там с ней. Ага, а он говорит, ну, если бы она хотела общаться, она бы не скрывалась. Ну, не отзывалась. У них вот так в семье, Вася жил у мамы, ну, Нина приходила иногда, к нему, к ней уходил, в основном у мамы. Таню родила, привезла. Все хотела маме сбавить, а мама ни в какую. Ни в какую, говорит, у меня уже сил нет, ты что? И вроде Нина расстроилась, но Танюша такая обманщица была, она так сочиняла, мама ее недолюбливала. Я когда приезжала, уже Таня большая была, уже в технику училась, и вот она у нас сидит, а потом берет, уходит Татьяна. Мама говорит, господи, как будто бы, знаешь, с души камень упал. Она ее вампиризировала, вот так вот, да. Ну, в общем, это совсем другое, у тебя, ты посмотри, не дочь, а внучка. Таня внучка, а Нина сидит дочь. Вот Таня, она так вот, она ей не вредила, она, если что, она ей посадит, и накормит, и все. Мы в карты играем все вместе. И я не знала, она уже в конце вечера, он за день уходит, мама говорит, господи, прямо легче стало. Да, вампиризм есть у Тани какой-то. И Таня не такая, чтобы она ластила, чтобы она звонила ком-то беспокоиться. Точно? Вот идет вот, ну как вот, гены идут, и все. Да, 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 да. Тот о том не беспокоится, и тот о том не беспокоится. Единственная черта, я про Таню не знаю, я мало знаю, а вот у Нины и у Васи, если, конечно, беда, они всегда помогут. Вот это есть. Вот сейчас кто-нибудь заболеет, мы кинемся. А вот так, чтобы как ты переживаешь, он на самолете ни разу не стал, как он полетит. Этого, конечно. Это ластинится, если никто не знает, где он даже ест, когда она летает. Да, она мне, когда я, года 13, это, Таня позвонила, приди, я хоть стрипушек передам как раз и деду годовщина, и поменете. Она прилетела, мне духи какие-то там принесла. Вот так вот. Разные мамы, разные семьи, разные понятия о беспокойстве. Ну, Катюша вообще себя доводит. По 40 лет детям, она ночами не спит, сегодня куда-то пошли. Вот так вот. Ну, и ничего не сделаешь, такой человек. Значит, такой человек. Это прям мама, мама, сверхмама. Это плохо для здоровья, для самого человека, но ничего не сделаешь, не изменишь. А вот, сестра у меня спокойна. Где у неё дочь? Ну, они жили-то как-то недружно. Каждый в своей комнате жил. Поэтому, ну, я думаю, что всё равно где-то под коркой, может, и есть беспокойство. Но они как друг перед другом найти, как бывает. Вот, как две подружки. Никто не хочет, как вроде, унизиться. Вот, чтобы первому спросить, как у тебя дела, это у них считается унижение. Они ждут, чтобы вот другой спросил, как у тебя дела. Наверное, так, я думаю. Я просто догадываться могу. Так-то нет. Это считается для них унижение. Прийти к кому-то узнать, побеспокоиться. Это унизительно. Но в беде, конечно, они всегда помогут. Это я. Уверилась на себе, не бросят. Как-то так вот. Я к примеру привела, что вот такая вот Катя целый день ревела, сорокалетний сын уехал. в Якутию на вахту и переживала, как он долетит и плакал, и плакал. А он еще ей звонит, что звонит, что за лапшой пошел кушать. Мама скорее ему на карточку денежки. Ну, как может человек быть самостоятельным, если мама, которая на пенсии, ему денежки подкидывает. Как? Еще неизвестно, он заработает что-то или нет. а мама уже деньги на карточку шлет. Вот так вот. Так вот тоже бывает. Соседка пришла, переживает, что не пускают никуда без кодов. Да еще пускают, а уже переживает, что не пускают. Мне надо сейчас собачки готовить. Мне же косточки надо купить. Коска вкусная. Все это такое же. В общем, отрухерилась воде, голубь, все-то выпила и еду отдыхает. Ну как? Ну что это? Как это так? Ну как? Все, пойдем домой. Вот это, погуляли. его уже не допускают без привыкки до работы. А на этом было по-менее? Ну что, я тебе еще когда-то сказала. Вышли мне заказным письмом документы. Мне больничный надо, я же хочу полис, мне надо, я хочу только зубу вставлять. Вот, когда я уже вставлю. Уже решила это все. Ну и что? А у меня полиска нету. Ни документов, ни денег, ни шои а вот в больницу действительно не пустят без кода. В больницу не пустят? Вот, где вот зубной? Ну конечно. Ё-моё. Если со рта все это берут и вдруг ты приходишь с инфекцией. Конечно. Дожили-то, да? Так что зубы тут такое дело, я сама вон хожу и боюсь туда идти, хотя надо. Терплю пока. Так вот вы про моего деда сказали тоже от коронавируса. Вы говорю что смеетесь что-ли? Когда вы получали пенсию на комедию с ним пополучали. Я говорю сына, получай на себя. Не хочу я бегать, носить эти копейки себе расти. Вот. И все-то не может получить. Ходил-ходил сказали это ваше свидетельство о рождении. Я хотела зайти туда и высказаться. А где вы раньше были? Да, да, чтобы... Человека паспорт ему уже 40 с лишним лет. паспорт он дал. Доверенность он заплатил сколько? 2 800 заплатил за доверенность. Все, она говорит несите. А почему паспорта-то нету, я не поняла. Паспорт все он дал, показал. Нет. Дедушке показал. Нет, у вас-то почему нет паспорта? А я на даче все время там околачиваюсь. Где? В Хабаровске. А, вы здесь почти не живете? У меня все документы. Ну, а если вы приехали сюда или вас на машине привезли? На машине иногда привозим. А так-то надо покупать паспорт, билет, все. паспорт у меня на даче не лежит. Так я говорю, как бы с паспорта поехали куда-то? А я никогда паспорт не показывала. Это сейчас видно на это показываю. Ну, билет покупать паспорт надо. Не знаю, я никогда не покупала. Ну, я большинство на машине езжу. Ну, на машине, да, а так-то билет покупаешь на вокзале, надо же паспорт. Я уже давно это забыла. Вот свидетельство о рождении. Хотела зайти, Димка говорит, мама, если ты сейчас зайдешь, там такой скандал был. Ну, как это так, она гоняет тебя? То паспорт мой принес, то свидетельство он в бумажке ответит, что у него остановка сердца была. Ребенку, извини, мужику уже 40 лет, вы требуете свидетельство о рождении, чтобы я получил на погребение или что там забили? Да, обязательно. Неверенность. Обязательно. Паспорт. Паспорт и должен с осаждением сверяться. Паспорт со свидетельством. чтобы получить пенсию, дедушка? Это все вкупе. Понимаете? Пенсию, чтобы получить, надо доверивать. Я еще понимаю разные фамилии, Оля. Нет, не в этом дело. Паспорта ведь тоже другое растеряет и дает свое название, когда он родился. Тем более он сделал доверенность. Каждый же... Катя, у них есть приказ, они это делают. Уже сколько, уже месяц прошло, что не понимают. Месяц приедьте, получите эту пенсию. Сказали вот так брать документы, они берут. Ему сказали, а где свидетельство о рождении ваше? Да, е-мое, я уже полжизни больше прожила и мне надо сказать. Обязательно должно быть у вас, а как же? но оно должно быть у него по-любому, потому что пенсию ему будут начислять и он будет предоставлять свидетельство о рождении. Ой, у нас, это, Нина, у нас такая комитет получилась, целую сумочку документов потеряла. Останавливали. Все, мы уже почти восстановились. Ой, ужасно, как... Требуют документы и возмущаются зачем. Горе одно с бабушкой. Прогулялись, пришла домой. Ну, с Катей договорились. Сейчас я приготовлю что-нибудь. Посидим, поменем своих родных. День такой подошел, что можно помянуть. Она согласилась. Я понесла ей угостить, она говорит, ну, а что, давай сядем. Я говорю, давай уже ко мне, придешь, я уже картошечки, я без картошечки не могу ужинать. Картошечки сейчас сделаю, сейчас вот это все приберу. Это лохматая, с улицы. И посидим, может быть. с улицы. Продолжение следует... Продолжение следует...